В этом видео мы с вами, ребята, поговорим про то, как помочь себе, если у вас ранние признаки стресса. Если есть ранние признаки стресса, такие как тревога, бессонница, апатия, депрессия, нервное истощение, все, что я рекомендую, я расскажу в этом видео. Если есть ранние признаки стресса, то это может давать вам очень серьезную систему, которая называется нервное истощение. Что делать, если есть ранние признаки стресса? Первое, это работать с базой. База это движение, сон, питание, восстановление. Следующее, если есть ранние признаки стресса, очень часто важно обратить внимание на свое состояние вообще в принципе. То есть, где я, что я создаю, какие у меня проекты, что я делаю, что я предполагаю делать, что у меня получается, что у меня не получается и сосредоточиться на этом. Если есть ранние признаки стресса, очень часто это связано с гормональной недостаточностью, с внутренними какими-то страхами, внутренними стрессами и внутренним состоянием опустошенности. Все на это можно повлиять и можно создать себе все моменты, которые дают внутреннюю поддержку. Я считаю, что выход из стресса, это выход в люди. И первое, что нужно сделать, это не пытаться скрыться, а именно выйти. Если мы говорим о первых признаках стресса, то очень часто обратить нужно внимание на физическую симптоматику. Поддерживаете ли себя внутренне, даете ли себе внутреннюю опору или есть какая-то дополнительная проблема. Стресс решается несколькими способами, закрывается. Это обслуживание организма. То есть, мы ему даем все, что необходимо для жизни. Второе, это состояние релаксации. И третье, это медитация. Это все база для того, чтобы вы себя комфортно чувствовали. Есть еще один момент, который называется помощь при стрессе. Это работа с энергией внутренней. Если энергии недостаточно, то опять же таки начинаются нехорошие состояния. Как справиться с хроническим стрессом? Ставить реальные цели, ежедневно двигаться в достижении их и решать повседневные задачи. Только таким образом можно получить результат. И еще один момент. Стресс становится для организма привычным, если вы создаете все условия для того, чтобы организм ваш чувствовал себя дискомфортно. Пишите вопросы, я с радостью вам отвечу. Дам вам обратную связь и поддержу в трудные моменты. Вы на канале с Аленой. Здесь про здоровье. И стресс полностью уйдет, если вы будете тебя... Если вы будете... Будете тебя тютывать хорошо, хотела сказать. Если вы будете за собой следить, как за маленькими детками, которым нужно ежедневно покушать, поспать, позаниматься. И ставить реальные цели. Так.